Маскировочная сеть, сделанная вручную, не считывается камерой дрона. В отличие от обычной заводской сети, где рисунок повторяется и поэтому распознаётся роботами. На фронте сети, сделанные своими руками, в большом дефиците. Узнав об этом, мастерица Татьяна Пантелеева решила начать плести сети сама. Первое время все материалы покупала на свои средства. В интернете наткнулась на информацию, что большая потребность у ребят на фронте в маскировочных сетях. Спасибо интернету, нашла способы плетения, нашла источники, где закупаются материалы. И на тот момент все сети можно было купить свободно, не было дефицита. Это кропотливый и ответственный труд. От скорости и качества изготовления сети зависит жизнь наших защитников. Каждую сеть Татьяна тщательно проверяет. Заполняют сети сельскохозяйственным нетканым укрывным материалом – спанбондом. Но он в большом дефиците. Первое время Татьяна использовала обрезки ткани, которые остаются от швейного производства творческого объединения своим, и вплетала их в сети. Сети в большом дефиците. Их просто не успевают производить. И, естественно, рынок определяет цены. В связи с тем, что выросли спросы, выросли и цены. А нам надо, впереди новый сезон зимний, и нам надо закупать партию зимних сетей. Зимняя сеть, она белая. Соответственно, спанбонд мы будем покупать под зимние расцветки. Сейчас денег на покупку материалов нет. Неравнодушных горожан Татьяна Пантелеева просит о помощи. Средства можно отправить по QR-коду «Храму всех святых» с пометкой «Для СВО». Если есть желание помочь, есть возможность, просьба перевести деньги по QR-коду, который расположен ВКонтакте, на странице творческого объединения «СВОИМ». Там же сегодня мы разместили номер карты, карта моя, на Татьяну Ивановну П. Просьба, если будете переводить деньги с пометкой «Сети» на «Сети», «Маск-Сети», то есть каким-то образом обозначится. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.